Здравствуйте, друзья! У нас с вами очередная передача из цикла Ротарио-Альянцы, и у нас в гостях паст-президент Ротаракт-клуба города Харькова Евгения Харченко. Здравствуй, Женя! Здравствуйте! Сейчас в Ротаракт-клубах города Украины проходит очень интересная акция. Расскажите, пожалуйста, о ней. Дело в том, что этот год стал для нас и для всей Украины очень значимым. События, которые разворачивались с ноября прошлого года, стали новым витком в развитии Украины и всех украинских городов. Естественно, также это повлияло и на деятельность Ротарии Ротаракта. За последние 10 месяцев Украина стала ассоциироваться со страной не с богатой исторической культурой и прекрасной природой, замечательным наследием, а с страной, которая находится в огне. Ротаракт-клубы Украины решили вспомнить и сделать акцент на мирной Украине. Проект «Календарь Украины-2015» был основан девятью Ротаракт-клубами Украины. За основу взяты авторские фотографии пейзажей Украины. То есть пейзажи взяты с разных уголков нашей замечательной страны. То есть получается, что вот эти вот календари – это символ мирной, красивой, цветущей Украины. Именно так. И люди должны, посмотрев на этот календарь, вспомнить, в какой стране на самом деле они живут. И что вот эта война и все эти тяжелые времена и годы – это проходящее, а красота – она вечная. Так я понимаю. Да, календарь сделан на трех языках – на английском, украинском и польском. Наши календари активно покупают сейчас поляки, потому что хотят поддержать наш проект. Им эта тема очень интересна. Вот теперь давай вернемся к практической стороне этого проекта. Одно – это календарь как символ красоты Украины, как действительно ее подлинное, настоящее, в веках живущее лицо. А календари распространяются, продаются. В чем смысл продажи этих календарей? Для чего собираются средства на проданные эти календари? Цель проекта – сбор средств для обустройства офтальмологического кабинета в специализированном детском учреждении для умственно отсталых детей с нарушением зрения, который называется «Рушничок». В каком городе? Находится он в городе Славянске, Донецкая область. Этот центр основан в 1972 году и проживает на данный момент там 64 ребенка. Вот этих календарей много сделано, отпечатано? Около 300. Распространяются они преимущественно среди ротаракт-клубов Украины, среди ротари-клубов Украины и также ротари-клубов Польши. Сколько на сегодняшний день уже распространили календарей таких? На сегодняшний день мы распространили около 100 календарей и на собранные средства уже закупили часть медицинского оборудования. На будущее мы планируем закупить полный список офтальмологического оборудования и передать его центру. Ваша акция – это сейчас продолжается? Наша акция еще продолжается. Мы разослали письма в ротари Украины и надеемся на активное участие ротари-клубов в нашем проекте. Могу сказать, что ваше письмо о этой акции наш ротари-клуб Днепропетровск получил. На последнем заседании нашего клуба я эту информацию передал членам нашего клуба и на собрании членов ротари-клуба было принято решение поддержать вашу акцию. И мы собрали средства на 10 календарей и сейчас я с удовольствием вам эти собранные средства 1000 гривен передаю. Спасибо. Спасибо вам. А теперь символически ротари-клуб Днепропетровск и ротари-клуб Харьков совместно участвуют в акции по оказанию помощи детскому дому города Славянска приобретение офтальмологического оборудования. Успехов вам в вашей деятельности. Всего вам самого доброго.